В прошлом году РН-сервис представлял из себя грозную силу. За команду выступали Андрей Петров, Камо Броян. Вдвоем они могли разорвать любого соперника и если у команды было все в порядке, то РН-сервис выглядел непобедимым. Увы, такое год назад случалось редко. В итоге РН-сервис не стал ни золотым, ни серебряным. Чемпионство выиграла энергия, которая, похоже, и в этом сезоне нацелена на то, чтобы никого не подпустить к вершине. Судите сами, первые матчи с участием черно-белых завершались исключительно крупными победами энергии. А неделю назад под раздачу попал нефтяник, который ощутил на себе, что значит пропускать 7 мячей, а забить в ответ всего один. Теперь такая участь могла постигнуть черно-желтую команду. РН-сервису нужно было постараться сделать так, чтобы этого не случилось и в первом тайме игроки из кожи вон лезли, навязывая борьбу лидеру. Энергия первой добилась успеха, но развить его долгое время не получалось. Более того, РН-сервис даже восстановил равновесие. Первый тайм катился к ничьей, но за 5 минут до его завершения последовал взрыв со стороны энергии, который в одночасье смел все надежды их оппонентов. 4 мяча забито, 5-1, счет после первого тайма и преимущество, от которого можно чувствовать себя полностью расслабленным. Как ни парадоксально, после отдыха Аковы результаты были сброшены из тех и с других, а болельщики стали свидетелями бесшабашной атакующей игры, в которой обороны попросту не существовало. Атаки волнами накатывались на те и другие владения, вот только если черно-желтые игры шили часто неточностью, то энергия большинство моментов реализовала. Марат Таразанов до финального свистка отметился 8-ю точными ударами, его поддержал Максим Якушев, который отличился четырежды. У РН-сервиса дубль на счету Антона Немова. А общий итог матча 15-4 в пользу энергии. Лидер одерживает третью победу в сезоне, РН-сервис второй раз уходит с площадки побежденным. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3».